Всем привет! Сегодня давайте сделаем обзорчик на сборную Голландии. Погнали! Голландцы попали в группу к хозяевам, к Катару, к Эквадору, к Сенегалу. Первый матч с Сенегалом, последний с Катаром. Я не удивлен такой жеребьевкой, чтобы помочь Катару, не нужно матч уже пройти. Нидерланды. На восьмом месте в рейтинге FIFA. Они, кстати, вышли в финал Лиги Наций. Еще голландцы были три раза в финале и раз выигрывали Евро. Домашняя форма. Оранжевые тюльпаны. Вы знаете о синее. Технический спонсор Nike. Средний возраст сборной 26,6. Моложе только англичане. Из топовых легионеров, кстати, у голландцев не так много относительно, наверное, прошлых сборных. Голландцы уже не сразу уезжают из своего чемпионата. Больше всего матчей за сборную. Снейдер, Вандерсар, Дебур, Вандерварт. Кстати, в девятке нет ни одного действующего игрока в сборной Голландии. Обновление достаточно большое. Плюс был небольшой застой. Лучшие бомбардиры в истории сборной. На пятом месте Денис Беркамп. 37 мячей. На четвертом месте Патрик Клюйверт. 40 мячей. На третьем месте ныне действующий Депай. У него стояк на сборной. Он в сборной всегда лучше играет, чем где-либо еще. Дальше Хунтулар. Он такой же, как Депай. Лучшие матчи за сборную были. Ну и на первом месте Ван Перси. Вот этот дядя бегал и в клубах. И в сборной одинаково прекрасно. Лучшие плеймейкеры. Вандерварт. 29 ассистов. На четвертом месте Кроев. Легенда голландского футбола. Один из основателей нынешней системы игры Барселоны. На третьем месте Депай. 30 ассистов. Он и в подыгрыше хорошо играет. На втором месте Весли Снейдер. Рекордсмен по играм за сборную. И на первом месте Рьен Робен. 34 ассиста. Ребят, на разных сайтах разные данные. Поэтому не знаю, где более правильно. Лучшие вратари в истории сборной Голландии. Эд Дегуй на третьем месте. На втором Ван Брюкелен. Вратарь 80-90-х годов. Ну и на первом месте лучший вратарь в истории сборной Голландии. Вандер Сар. Главный тренер сборной. Луи Ван Галь. Это его второе или третье пришествие сборной. А может быть и четвертое. Но факт в том, что он ее снова оживил. Голландцы снова на подъеме. Хорошо прошли отбор. В финале Лиги Наций. Хорошая форма. Основным вратарем сборной в Голландии, скорее всего, будет Ремко Пасвер. Из Аякса. Но все три вратаря, которые были вызваны в сборную. Но этот сезон в клубном футболе проводят неудачно. Второй вратарь. Лучший по оценке в Чиате Голландии. Из тех, что вызвали. Нопперт. Из Херенвена. Он, кстати, высоченный. Как Вандер Сар и Стекленбург. Это вратари, которые были основными в Голландии. И очень хорошо стояли. Третий вратарь. Джастин Биджлоу. Не знаю, как правильно фамилия. Начал сезон он лучше, чем сейчас заканчивает. Левый защитник Дейли Блинт. Играют в сборной слева. У него, кстати, Батя также играл за сборной. И был достаточно легендарным игроком. И был главным тренером сборной. С 2015 по 2017 год. Сейчас он ассистент. Тоже в сборной. Стефан Деврай. Скорее всего, сборная будет не основным. Он даже свои лучшие годы в Интере. Это было года 2-3 назад. Сборная не всегда попадала в основу. Потому что очень похож на Ван Дейка. Дальше Ван Дейк. Является одним из лидеров сборной. Сезон начал неудачно. Но последний матч вроде чуть-чуть исправляется. Натана Аки. Наконец-то в Сити начал играть регулярно. Может, кстати, и позицию левого защитника закрывать. Не знаю, будет он основным или нет. Тут непонятно. Скорее всего, все-таки нет. Дейлик на данный момент сильнейший центральный защитник у голландцев. Он, кстати, был одним из лучших центральных защитников в Лиге Чемпионов. В Германии раскачивался 2-3 месяца. Левый защитник Тайлер Маласия. К сожалению, прогноз по МЮ сбывается. Он сидит под шоу, потому что игрок узкопрофильный. Больше на защиту, чем на атаку. Тут зависит от схемы команды и с кем играет. Если надо защищаться, Маласия выйдет в основе. Если атака, либо средняя команда. Маласия на замене. Тимбер центральный защитник из Аякса. Может сыграть как в центре, так и справа. Считается одним из самых перспективных защитников в мире. Правый защитник Фримпонг. Заслужил место в сборной. Может быть, даже в основе убрать Думфриса. Тем более, Думфрис вроде с травмой поехал в сборную. Дерун центральный полузащитник из Аталанты. Там их двое голландцев. Он, кстати, проводит сезон слабее, чем его партнер по Аталанте. Будет в основе или нет, пока тоже непонятно. Стивен Берхёйс из Аякса, атакующий полузащитник. Проводит очень хороший сезон в этом году в Р-дивизии. Обычно его партнер по Аяксу Классен был сильнее. Вот он, кстати. Но в этом году послабее. Оба игрока могут играть и в центре полузащиты, и под нападающие. Но больше тяготеет все-таки к атаке, чем к разрушению. Правый защитник Думфрис, кстати, в заявке сборной числится как полузащитник. Вызван сборной с небольшой травмой. Уникальный игрок в сочетании роста и скорости действия на фланге. Кстати, очень подойдет в МЮ под низкого Мартинеса. Френки де Йонг Барселона пыталась его слить. Все трансферное окно, но не слило. Он лучший игрок Барселоны в полузащите. Управление Барселоны последние годы на грани фантастики. Дальше Капмейнерс. Партнер Деруна по Аталанте. Проводит, кстати, сильнее сезон, чем партнер его же из Аталанты. Он, скорее всего, будет в основе, потому что лучше разрушает, чем игроки Аякса. И более опытный. Относительно Кеннета Тейлора. Кеннет Тейлор числится в Аяксе как опорник, но забил 5 голов, отдал 3 голливей. Многие писали, что вы зря вызвали. Ну, смотрите статистику. Люк де Йонг просидел год на банке в Барселоне. Сейчас играет за PSV, вызван сборную. Следующий игрок Memphis Depay, лидер сборной Голландии. Он уникален тем, что он за сборную всегда хорошо играет, хотя в клубе может сидеть на банке, либо не показывает той игры, которую показывает сборная. Никто не понимает, как его заставить играть в клубе так же хорошо и стабильно, как в сборной. Даже при голландском тренере в клубе он все равно не играет. Вегер Хорст ушел в аренду из Берли Бешекташ и в Турции, в принципе, неплохо выступает. Винсент Янсент, Форд от Тверпена. Чаряд Бельгии сейчас на подъеме, 9 голов, 3 голевых. Неплохо играет. У голландцев, кстати, много в заявке чистых нападающих. Похожая заявка, по-моему, только у Ругвая. Левый вингер, Бергвейн. Сумасшедший сезон в Р-дивизе за Ягс. Я не знаю, почему у него не получилось в Тотенхэме. Коди Гакпо, мой любимый игрок сборной Голландии. Я его давно хочу в МЮ. Этот сезон сумасшедший проводит. Но руководство МЮ такое прибацанное же в управлении, как и Барселоны. В этом сезоне, кстати, в сборной он играет еще под нападающими достаточно неплохо. Ну а Ланг, левый вингер из Брюгги. Брюгги стал открытием Лиги Чемпионов. Игра в Чаоте Бельгии у него хорошая, но не впечатляющая. Хави Симмонс перешел из ПСЖ в ПСВ. Ну, видно, не зря, видите, показатели. 8 голов, 3 голевых. ПСВ, кстати, прошло группу Лиги Европы на втором месте. Вне заявки за сборную. Марк Флейкен. Лучший вратарь сборной Голландии последних двух лет. В Бундеслиге неплохо играет. Почему не вызывает его в Ангал, не знаю. У него пасвер первый номер, может, чтобы конкуренции не было. Промес не вызван сборную по политическим, скорее всего, причинам. Иначе Дренер сам может улететь куда-нибудь подальше. Но у него вроде еще суд не закончен по ножевому ранению. Вермер, центральный полузащитник СПСВ, наверное, лучше подходит, чем Аяксовские игроки. Но при прочих равных, в Ангал всегда вызовет игрока Аякса. По сути, один вопрос, только к вратарю. Основным, скорее всего, будет пасвер. Он, кстати, в сборной неплохо стоит, в отличие от клуба. Слева Блинт. Он в сборной, по-моему, свою позицию не теряет. Единственное, что его может подменить, если она будет атаковать Маласи для доставки мяча в атаку. Потому что он более быстрый, более маневренный. Первый центральный защитник Тимбер. Он в схеме, по-моему, с тремя защитниками постоянно присутствовал. Второй центральный Ван Дейк. У него, как чат мира и чат Европы, постоянно травм. Он пропускает эти все турниры. Третий центральный Делик. По-моему, он перерос в Ван Дейк, а просто Ван Дейк немножко упал в уровне. Справа поставим Фримпонга. Потому что Думфриз вроде немножко с травмой был вызван. В центре поля Де Йонг. Обычно рядышком Паури был Дерун. Но поставим Капейнерс. И если что, можно перевести сюда и Берхюйса. А на место Берхюйса поставить Гакпо. Под нападающими Берхюйс. Но можно перевести сюда Гакпо. Главное место Гакпо Бергвейна. Сборная Голландии, как и сборная Бразилии, достаточно пластичная. Один фланговый нападающий будет Гакпо. Второй Де Пай. Де Пай сезон не очень. Но в сборной он всегда прекрасен. Есть такие футболисты. Частенько, кстати, они встречаются именно в Голландии. Какой прогноз на эту сборную? Сильный тренер? Опытный тренер? Для Ван Гала это не первый турнир Чаотомира. В команде есть хорошее сочетание опыта, лидерства и молодости. Единственная проблема вратарь. Но она может быть решена хорошей игрой пасфера. Голландцы должны выйти в полуфинал. Но могут замахнуться и на большее. У них, кстати, неотрицательная статистика с бразильцами. В сборной достаточное количество лидеров. Притом эти лидеры не конфликтуют по позиции. Очень интересная сборная. Очень интересен ее результат. Могут быть новые чемпионы мира. Кстати, напишите ваш прогноз на результат сборной Голландии. Ну, кого вы вызвали в эту сборную. Пока. Субтитры подогнал «Симон»